Всем здравствуйте! Ребята, знаете, почитала я сейчас ваши комментарии. Я в полном шоке. Я не буду даже ничего говорить, что вот хейтеры, не хейтеры. Пишите, пожалуйста. Пишите, что хотите. Просто те, кто знает, что у меня намечается ремонт, те верят в меня. А те, кто не хотят ждать, так пожалуйста, идите смотрите другие каналы. Господи! Но детей не позволю оскорблять. Очень много комментариев убрала, где оскорбляют детей. Еще раз говорю, кто будет оскорблять детей, я буду вас кидать в бан. Я буду убирать вас, я буду беспощадно удалять. Я не позволю вам оскорблять моих детей. Это мои дети. Смотрите, пожалуйста, за своими детьми. По поводу окон. Да никаких у нее окон нет. Ребята, знаете, вот сейчас из-за этих вот выплат, которые вот все получают, да, все в курсе, очень много, большая очередь на окна. Потому что все стали сразу окна делать, все стали сразу ремонт делать. Я из-за этого сейчас на нервозе сижу. Потому что нам все еще не сделали окна, и мы ждем. Мы на очереди. И какие мы по очереди, нам не говорят. Я вообще в полном шоке от этого всего. Я думала, нам через две недели привезут, должны были уже привезти, а их нету. Мы звоним, нам говорят, ждите. Весь ответ. Ждите. И сколько мы будем ждать, я не знаю. Я бы начала бы ремонт делать. Но смысл мне сейчас начинать делать ремонт, если я начну, потом будет опять ломать стены, будут менять брус, будут менять окна, будет опять все вот эта пыль. И все мои обои, которые я поклею, все испортятся. Вот сами подумайте. Я жду, жду, когда мне поменяют окна, а потом я уже начинаю делать сразу же ремонт, ребята. Все пишут, да, она все деньги потратила, она Ильюхе купила мотоцикл. Ребят, я ему не покупала мотоцикл. Я ему не покупала мотоцикл. Это не Ивонный мотоцикл. Вы что говорите-то? Да, они ставят пацаны. Посмотрите предыдущие, где-то недели две тому назад видео. Вы увидите этот мотоцикл еще до этих выплат даже больше. Потому что пацаны его постоянно ставят в наш гараж. Ну да, я разрешаю. Пусть ставят, а что? Мне что, как-то он помешал или что? Да, он катает у меня ребят по двору. И что это плохого? Все так ажиотаж из-за этого мотоцикла. Мама купила сыну мотоцикл. Не, ребят. Я ему сказала, что я ему ничего не куплю. Никакого мотоцикла. Заработает сам, пожалуйста. Сам что хочешь, то и покупай. Он это прекрасно знает. По поводу Соликамска. Когда мы поедем в Соликамск? Мы уже на днях поедем в Соликамск поступать. Поступать будем на автомеханика. В автодорожную на автомеханику. По поводу жилья. Многие спрашивали, где у меня будет житель Юша, когда будет учиться. Общагу он не хочет от училища, которое он говорит, что там будут и пьянки, и всякое такое. Он не хочет. Общагу он хочет квартиру или хотя бы в другом здании где-нибудь одну комнату какую-то. Но не в общежитии. Поэтому там будет видно все. Пока еще ничего не могу сказать. Потому что, скорее всего, будет дистанционно пока учиться. Потому что ввиду всех событий неизвестно, что будет. По поводу... А, газ воды писали. Этой газ воды нам хватает на неделю. Видео у меня выходят с опозданием 2-3 дня сейчас. Потому что, ребят, просто... Такое время, что вот... Даже говорите, знаете, вот по идее отчитываться перед вами я не имею права. Не хочу даже. Не то, что не имею права. Я не хочу перед вами отчитываться. У меня многие знают, мы с многими общаемся. Многие знают, что я очень жду этого ремонта гребаного, по-русски говоря. Знаете, у меня из-за этого уже начинается опять давление скакать из-за этих окон долбанных. Это вообще какой-то ужас. Ждем, ждем, ждем окна. Да, вечером, когда Ваня придет. Я говорю, вечером, когда Ваня придет. Ты меня слышишь, Оксана, или нет? И вот у нас вся проблема встала в этих окнах. Без окон, пока не поменяют окна, я не могу делать ремонт, ребят, понимаете? Что потом будет вся эта пыль, все вот это отлететь. И не знаю, как даже. Пока хочу просто начинать. Тут сегодня со Светой навряд ли начнем уже. Завтра или когда на днях начнем в коридоре обдирать обои. А, да, помните, были комментарии по поводу обоев. Да, скажите, что вам уже все отдали обои. Да, я говорила на видео, что там не все обои отдали. Там вот часть отдали. А два последних, там по четыре рулона, это я заказывала через сайт SimaLand. Обои, они моющиеся. Четыре рулона кофейных и четыре рулона с розой. Я с розой хотела в коридор, там вполне бы, мне кажется, этого хватило. А кофейные я хочу на кухню. Одна стена, получается, у меня будут кофейные обои, а вторая стена, там будет окно и плюс кухонный гарнитур, который у меня должен тоже приехать. Дальше. Что дальше? Огород показывать я вам покажу обязательно парник. Я вам покажу картошку, грядки я вам показывать не буду. Ввиду того, что я знаю, что мне напишут, как мало грядок и всякого такого. Так что не надо. По поводу заготовок. Многие написали. Ребят, вы не забывайте, у каждого свой регион. В нашем регионе яблоки, сливы, груши, ничего это не приживается. У меня и рога нынче. Два куста, два деревца и роги вымерзло просто. У меня вымерзла смородина один куст, у меня вымерзла один куст крыжовника. Потом этот, черноплодная рябина одно деревце вымерзла. А по одному вот осталось. У меня немного вымерзла клубника. У меня вымерз весь зимний лук. Он просто нынче не взошел. И мне вот потом давала моя крестная, я его посадила, многолетний лук. Потом у меня вымерзли цветы многолетние. Желтый шар даже, который вроде бы он непривередлив. Но он у меня нынче даже не взошел. Много что у нас из-за нашего климата вымерзает. А многие этого просто не понимают. Я уже не знаю, как и кому. По идее, я не хочу. Я буду просто для своего удовольствия снимать и вам показывать. У нас сейчас душно, очень жарко. Даже не жарко, душно. Солнца такого сильного нет, но очень душно. На улице. Где бассейн, спрашивают. Бассейн все на месте. Также, но сейчас пока из-за того, что солнца нет, мы бассейн не направляем. Боимся, чтобы дети не заболели. У нас в городе, потому что ковид еще не сильно разошелся. Поэтому очень страшно вообще. Страх большой. За детей по большей части. Да, сегодня у меня пошли первый день ребята в садик. Пошел Мариночка с Ванечкой в садик. Ванечка утром плакал. Видео про это выйдет позже. А эту болталку я вам сегодня выпущу. Я вот решила, знаете, почитала комментарии, решила сесть и написать. Ну, записать это видео, ответить на некоторые ваши вопросы. Поэтому вот записываю. Если кому-то не терпится ждать этого ремонта, пожалуйста, идите на другие каналы. Не сидите, не ждите. Ну и не надо мне тоже нервы трепать. Я сама на взводе сейчас. У нас из-за этих окон мы с мужем ругаемся. Из-за того, что так долго у нас. Открой крышку, пожалуйста. За этих окон, говорю, мы с мужем ругаемся, что так долго делают окна. И потом по концовке, что зима придет, а мы окна не вставим. Нет, ребят, деньги у меня все на месте. Я их даже и не трогаю, эти деньги. И многие спрашивают, Настя, пришли ли тебе от трех до семи выплаты. Да, ребят, пришли выплаты. Мы сначала будем вот с окнами распределимся. А потом уже, если получится, мне надо заказать железо на пристрой. И потом поменять линолеум на кухне. Это в первую очередь. Вот сначала окна, потом железо, потом линолеум уже. И где получится тоже дома положить линолеум. По поводу отопления меня спрашивали. Настя, ты будешь обратно подключать отопление или нет? Ребят, вот пока еще не знаем. Я еще не ходила, не узнавала туда, сколько будет стоить обратно подключение. Но вот как узнаю, все, я вам обязательно сообщу. Будем, не будем подключать. По поводу обоев мне тоже так же написали. То, что вот у вас даже вкусы нет. Ребят, знаете, а я не смотрю на вкус. Я смотрю, что подешевле для того, чтобы можно было больше купить какого-то стройматериала. Ну да, нет у меня вкуса. Потому что мне хочется сэкономить где-то что-то и что-то купить так же детям. Да, по поводу этих сладостей много мне пишут. Зачем вы все это берете? Фрукты набрать? Мы фрукты берем. Берем фрукты, ребят. Честно, по большей части мы не записываем. Да, мы вот недавно взяли арбуз. И видео выйдет с этим арбузом позже. Но я не засняла, какой он был внутри. Мне просто муж говорит, не надо, не снимай. Зачем? Мы когда разрезали, одна половина арбуза была хорошая. Все идеальная. Просто красная, сладкая. Знаете, он сладкий был, арбуз. Очень сладкий. Но вторая половина арбуза, когда он начал на кусочки резать, он разрезал сначала вторую половину вот так вот, чтобы посмотреть. Ну, потом порцию нарезать. И там вот такой вот кусок внутри. Просто гнилья. Аж с плесенью было. И поэтому нам пришлось вот этот вот арбуз просто выкинуть курям. Я хотела записать на видео, но мне сказали, не надо, не записывай. Зачем наших продавцов здесь подводить. Хотя, по сути, они здесь ни при чем. Они скупщики. Да. Так что, ребята, вот как-то так. Если кто готов ждать, когда придут окна, когда мы начнем делать ремонт, мы сами, да, Катюха, уже очень сильно ждем этого момента, то оставайтесь. Я буду очень рада, что вы подождете, потерпите. Но прошу, потерпите. Я сама очень на взводе за этих окон долбанных. У меня уже просто сил нету с этими окнами. Так что, вот так вот немножко записала, выговорилась, да, опять скажут. Вот, выговорилась. Если вам... Пишите ваши вопросы, я по мере возможности буду на них отвечать. По мере поступления. Нет, недавно закипели. Мы просто яйца варим цыплятам. У нас цыплята корм никакой не хотят есть. Мы не знаем уже, чем кормить. Яйца улетают просто в путь. Ладно, дорогие друзья, на этом я с вами попросила. Прощаясь, скажу спасибо всем вам за то, что вы пишите ваши комментарии, за то, что вы вообще заходите. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Всего самого хорошего. И всем пока-пока.